Добрый день! Сегодня в территории гласности Анна Качкаева, но я буду разговаривать с замечательным ведущим Матвеем Голопольским. Здравствуйте, Матвей. Мы на тыль, на вы? На тыль. На тыль. Так будет проще. Я сегодня, как ты понимаешь, ехала с утра и думала, ну, Лужков, конечно, главное. Дальше вспоминаешь Доренко, уже падают листья. Как тебе кажется, почему альтернативную точку зрения господина Лужкова так долго терпели? И вот, по сути дела, недоверие случилось вот только после того, как он вернулся, подумал и решил остаться. Ну, я бы предложил, вот как журналист, не делать то, что должны сделать власти. Безусловно, на этот вопрос хорошо бы ответил Дмитрий Анатольевич Медведев. Но его вот это китайское решение, когда он отрешил от власти, напомню, выразив вотум недоверие, что, правда, вызывает удивление, потому что по трудовому кодексу, это нарушение трудового кодекса, по трудовому кодексу до этого Дмитрий Анатольевич Медведев должен был объявить Лужкову ряд выговоров, должен был сделать ему 58 замечаний, а после этого сказать, вот он это не выполнил, и теперь вот он недоверие. Я ему не доверяю. Более чем 18 лет был у власти, и, собственно, вот это его город. Как ни крути, вот это он город такой сделал, да. Но еще... У меня к нему миллион претензий. Но я даже не могу назвать, какие чувства я испытывал, когда смотрел ту грязь, которая лилась по телевидению. И самое главное, я писал об этом множество раз, что мне было удивительно, как такой высокотехнологичный, любящий айподы, айфоны, хорошую западную музыку, дорогие красивые галстуки и хорошие часы, правда, на нужной, на левой руке, Дмитрий Медведев спокойно смотрел, как уничтожают человека. Матвей, он не сильно отличается от своего старшего коллеги в связи с Саакашвили, Ходорковским и так далее, ровно этими же руками. А вот мне хотелось, чтобы он отличался. Потому что я считаю, что то общество, которое он предлагает гражданам строить, оно должно быть гармонично. Потому что не может быть высокотехнологичное общество с абсолютно пещерным уничтожением оппонентов. Мне кажется, что это абсолютно неправильно. Вообще технология, взятая из 90-х с информационными войнами, она крайне плохо монтируется со словами про Россию вперед и модернизацию. Дело в том, что когда я писал некоторые статьи по поводу Лужкова, как его, извините, буду говорить по-путински, мочили по телевизору, я написал и честно написал, что подобное, вот подобное по интенсивности, по хамству, я видел только тогда, когда мочили подобным образом Солженицына и Сахарова. По этому поводу интернет оттянулся. Они сказали, что я сравниваю Лужкова, Солженицына и Сахарова. Нет, я просто хочу сказать, что для меня вот это мочилово, это страшное предупреждение, что власть считает это естественным. Когда власть консолидировано начинает уничтожать одного конкретного человека, это, конечно, жутко. И это нас всех учит, наверное, чтобы мы выразили свой голос в этом смысле, голос протеста. Потому что подобное в современной политике невозможно. Хорошо, а полтора года Хамомничевского суда. Вот если мы говорим о том, что есть у нас ощущение неких знаков, что какая-то появилась иная, может быть, не симпатичная нам, но иная точка зрения. Она, по-твоему, в этом контексте появилась в отношении Хамомничевского суда? Или она еще пока не просматривается? Мне тяжело говорить о истории с Ходорковским, который, чтобы он своей жизни не совершил, но власть, спасибо ей, помогла сделать из него просто откровенно политического заключенного. И он уже выиграл эти суды. Но это так, лирика. И Владимир Владимирович Путина, вот есть два человека, которых он очень не любит. И он как такой, а мы знаем Путина, он человек такой последовательный. Он своих не сдает, но и чужих не приемлет, если он считает, что они враги, предатели. Он же делит людей на врагов и предателей. Об этом он Леша Венедиктову сказал абсолютно откровенно. Для него, наверное, Ходорковский – это помесь врага и предателя. Когда-то, как только Владимир Владимирович Путин посадил Ходорковского, я буду употреблять все-таки такое выражение, здесь у нас наблюдается с ним разномыслие. Я все-таки считаю, что он приложил руку к этому делу. Я был написал какую-то заметку, которую сказал, что, знаешь, с таким элементом тоски, я сказал, я совершенно не понимаю, зачем ему нужно, чтобы на протяжении всех лет, которых он будет у власти, Ходорковский стоял перед его носом. Вот я просто не понимаю, зачем ему это нужно. Но вольному воле. Владимир Владимировичу, видимо, надо, чтобы ему на каждой пресс-конференции задавали вопрос про Ходорковского. И ему нужно говорить вот эту самую фразу, которую потом тут же, ровно через пять минут, тыкают ему же в лицо, что руки Ходорковского по локоть в крови. Вот ему это надо. Вот он без этого жить не может. Может быть, он экстремал. Если говорить, например, о войну в Грузии, если говорить о вот даже этом отстранении Лужкова, который, как я уже сказал, с нарушением ГЗОТа, я хочу сказать, что это двенадцатилетие иррационального поведения власти. Поэтому, мне кажется, единственный наш выбор – это смотреть, насколько то, что делает медведь, реально делает, мешает ему создавать эту страну или помогает. И вот здесь я вижу огромное противоречие. Да, законы милиции, превращение ее в полицию, все, наверное, знают, о чем мы говорим, это замечательная вещь, под которой все подпишутся. Абсолютная вялость по Ходорковскому, непризнание того, что это политический процесс и делание вида, что Ходорковский вот, ну, как бы, сидит просто так. Ну, я не знаю, может быть, они так договорились с Путиным, что все-таки Ходорковский – это мой. Вот все. И он его не имеет права касаться. А ты серьезно, кстати, про полицию, раз уж ты сам заговорил, что вот от перемены места и от некоторых вещей, ты убежден, что это хорошо. Бляшечки, внешние вещи. Нет, нет, не надо так иронически. Значит, не надо иронически. Значит, давайте так. Либо мы сравниваем с Царствием Небесным Россию, да? Либо мы говорим. Вот смотрите, до этого... Дело же не в названии, да? Дело в том, что будет дальше. Значит, ну, например, простые вещи. Раньше нельзя было сделать в обязательном порядке один телефонный звонок. Сейчас будет можно. Вот я простые вещи говорю, очень простые. Дальше. Раньше не было русского ФБР. Отдельной структуры, подчиненной только президенту, которая никак не связана с УВД, и которая будет заниматься расследованиями. То есть выносится за скобку элемент коррупции. Еще раз я говорю, плохо, хорошо. Еще раз. При Путине об этом даже не говорилось. Но, знаешь, вот, наверное, когда Путин говорил с Медведевым, и они решали судьбу Юрия Михайловича Лужкова, то они, наверное, как-то у них была такая фраза. Послушай, ну, невозможно 20 лет. Ну, вот вдумайся. Вот мы с тобой, ты вот там два года президент. Я 10 лет президент был, и сейчас премьер. И все при Лужкове. Давай его убирать. Так вот, я хочу сказать, что надо и на себя посмотреть. Теперь давай считать. Он придет в 12-м. Значит, мне будет 50... Он, это ты сейчас кого? Это я имею в виду. Владимир Владимирович, если он решит, понятно, то придет, потому что, ну, придет. И после этого 12 лет. Это будет 24-й год. Слушай, в 24-м году мне будет уже 70. Вот хочу ли я провести время, жизнь, остаток жизни в этой стране? Отвечаю. Точно так же, как вы, Дмитрий Анатольевич и вы, Владимир Владимирович, не хотите были, не хотели быть дальше при Лужкове, я не хочу быть при Путине. При Медведеве, пожалуйста, вот пусть он там свои два срока и так далее, потом нормальные выборы и все. Но опять при Путине 12 лет я не выдержу. Мне надо будет капельницу ставить. Будешь ходить ко мне в больницу? Буду, буду. Но дело в том, что мы же проходили это уже. И многие до 70 доживали. Брежневский отрезок ровно 18 лет. Я вот дитя брежневского времени. В 65-м родилась, поступила в университет, когда он помер. И, знаешь, как-то вот до какого-то меда никто и не заметил. Аня, я тебе скажу так. Значит, жизнь сейчас такая, что люди-то выживают, но страна гибнет. Я думаю, что и Медведев, и Путин достаточно умные люди, и они прекрасно видели, как загнивает страна, когда у власти очень долго один человек. Это приводит к анемии. Это называется государственная анемия. Когда никто не хочет, все знают, что, понимаешь, страна не может жить без идеи. Так вот для меня, у меня было несколько передач, где надо мной там смеялись, иронизировали. У меня была такая передача «Медведев хуже Путина». Потом на следующий день Осин вел передачу «Путин луд». Да, я говорил простую вещь. Каждый человек полон недостатков. Идеальных руководителей нет. Просто мне хочется, чтобы у власти в России был руководитель, который осмысленно двигает страну вперед. Матвей Гонопольский, мы пытались сегодня говорить об осени разномыслия, которая, может быть, все-таки наступила. Всего вам доброго. Анна Качкаева. Субтитры создавал DimaTorzok